Мы сейчас организуем день рождения моей старшей дочери, и вдруг с супругой поняли то, что дети не могут себя занять в компании. То есть раньше мы, когда приходили на день рождения к кому-то вместе с родителями, родители сидели в одной комнате, мы сидели в другой комнате, и нам было чем себя занять. Мы придумали какие-то игры, мы очень здорово проводили это время, эти дни рождения, в общем, всегда радовались, когда это случалось, когда у тебя есть два сверстника, два-три сверстника, и ты с ними можешь сыграть во что угодно, придумывать, проводить время, настольные игры, что угодно можно было придумать. А сейчас дети без аниматора не могут себя занять, то есть без какого-то специального развлекающего человека не могут, им скучно друг с другом, они не могут общаться, вот они встречаются, и они не могут общаться. Конечно, я сам подвержен всем гаджетам, как и большинству, и да, безусловно, есть эта проблема, мы с ней сталкиваемся, то, что люди стали на уровне жизни, не интернета, не интернет-пространства. В интернет-пространстве они даже более свободно себя чувствуют, потому что перед ними нет живого собеседника, а он где-то там. Это, вероятно, раскрепощает общение, как раньше раскрепощала выпитая рюмка водки, сейчас раскрепощает интернет. Но когда они видят перед собой живого человека, тут происходят реальные проблемы для многих детей. Я понимаю, что да, это проблема. Что касается психических каких-то отклонений у детей, у подростков, я думаю, что это общее напряжение, которое существует в обществе, оно давит. Давит на родителей, родители давят на детей. Никуда от этого не деться. То есть мы тут посидели в такой компании, вот, и вдруг зашла речь о том, что, ну, а может, кто-то там принимает какие-то препараты, ну, в плане, там, по совету врача. Я объяснил, что за столом многие, да, ходят, ну, сейчас это, к психологу, да, и психологи, да, для поддержки, ну, как бы, настроения, как бы, для поддержки, там, состояния человека. Его предлагают какие-то препараты. И многие в компании, да, принимают препараты, ну, не знаю, там, легкие, нелегкие, я не в курсе, но какие-то препараты принимают. То есть даже у обычных нормальных людей есть какие-то все равно отклонения.